Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Конечно, 54 ФЗ – это уже, наверное, трудно назвать новацией. Уже год практически прошел с момента вступления в силу редакции, утвержденной 294-м федеральным законом. Уже очень много что произошло за этот год, очень много было сделано. И вот у меня на самом деле не так много времени. Презентация на 40 с лишним страниц. И вот если мы пойдем просто по всему материалу, от первых шагов, зачем все это надо, для чего все это делалось, до конкретики, то это получится либо голубым по Европам, ну, в общем, скомком достаточно выйдет. Поэтому я бы просил поднять руки тех, кто вообще ничего не знает про 54 ФЗ, и хотел бы действительно познакомиться подробно со всеми вводными понятиями, что вот прям поменялось, либо ближе уже к конкретике, какой-то специфике, да, что же сейчас. Я вижу очень подготовленная аудитория практически. Большинство интересов, наверное, уже ближе к конкретике. Поэтому я сейчас, наверное, буду пропускать те слайды, которые не очень информативными будут казаться, да. Но основной принцип работного порядка, понятно, у нас появляется оператор фискальных данных, каждая касса в режиме реального времени начинает передавать сведения о каждом пробитом чеке в Федеральную налоговую службу. Из этого порядка есть исключения, мы чуть дальше о них поговорим. Раньше, естественно, все накапливалось исключительно на борту кассовой техники, и с некой периодичностью передавалось ФНС. Теперь же каждый расчет передается независимо. Нормативная база теперь тоже немножечко другое, револ очертания приобрела. Теперь четко определено, что такое законодательство применения ККТ. Это сам федеральный закон номер 54 ФЗ, и принятые в соответствии с ним нормативно-правовые акты. Вот ниже это то, что за последний год, с момента вступления в силу, было принято. Основные положения закона про передачу информации в режиме реального времени я сказал. Юридически значимое взаимодействие определено с законом, в том числе регистрационные действия с контрольно-кассовой техникой через личный кабинет налогоплательщика. Возможно, многие уже успели познакомиться с этим сервисом в личном кабинете налогоплательщика, юридического лица, индивидуального предпринимателя. Есть раздел, который называется «Кабинет ККТ», где можно зарегистрировать контрольно-кассовую технику, перерегистрировать или снять с учета. Там же, в этом же разделе, будет вестись значимый документооборот между ФНС и налогоплательщиком. То есть уже никуда ходить не надо. Визит в налоговые органы для регистрации кассы уходит в прошлое. Из всего того пула зарегистрированных касс, которые на сегодняшний день уже работают, 95% пошли через личный кабинет. Это, наверное, все-таки существенно более удобно, чем существовавший ранее порядок. Придан юридический статус электронному чеку. Он ни в чем не уступает бумажному. Будучи распечатанным не с кассы, а просто на принтере, на обычном, он имеет ровно такой же юридический статус, как и бумажный печатный чек, непосредственно вышедший с кассы. То есть разницы между ними нет. За счет чего? За счет того, что у нас есть элементы криптографии, которые четко говорят, что чек не изменился. Будь он передан три раза в электронном виде, а потом распечатан, мы понимаем, что он не изменился. Расширение предусмотрено законом круга пользователей контрольно-кассовой техники. С 1 июля 2018 года использование контрольно-кассовой техники должны начать платильщики НВД и патента, и предприятия, работающие в сфере услуг. Предусмотрено увеличение срока службы фискальных накопителей. Это аналог ЭКЛЗ, который, наверное, многим известен. Достаточно серьезно поменялась система штрафов. Тоже немножечко дальше об этом поговорим. В чем были заложены законы преимущества? Непосредственно следующие из закона. Это, в первую очередь, оптимизация трудозатрат многоплательщика за счет регистрации через сайт, упрощенная процедура. Отказ от штрафов имеется в виду упрощенный порядок привлечения. Я о нем чуть подробнее расскажу дальше. Больше срок службы фискального накопителя, он теперь может стоять три года. Отказ от обязательного заключения договора с Центром технического обслуживания. Ну и, соответственно, там, как следствие, прочие эффекты. Все это прекрасно нашло отражение в законе. Как многим из вас известно, на практике нашло отражение немножко другие эффекты, события. В частности, нездоровый ажиотаж и отсутствие конкуренции на рынке фискальной памяти. Те же самые фискальные накопители, они выпущены были единственным производителем, до некоторого времени единственным производителем в недостаточном объеме, что вызвало и рост цен, и возможность недобросовестной конкуренции Центра технического обслуживания, которые, в общем-то, с одной стороны, уже с ними договор заключать не обязаны никто, а с другой стороны, хочешь обновить кассу, хочешь модернизировать, тебе предлагают купить новую вместе с договором с Центром технического обслуживания, там минимум на год, в общем, потому что нет конкурентных предложений на рынке. Мы это все, безусловно, видим, чуть дальше об этом поговорим. Мы обращались с соответствующими предложениями обсудить этот вопрос Минфин, и вот по результатам этого обсуждения как раз родилось то письмо, я так думаю, что оно у вас должно быть, наверное, снято достаточно публично, и на сайте ФНС есть, и во всех информационных системах. Минфин разъяснил, что в этой ситуации, складывающей ситуации, вины налогоплательщика о неприменении кассы к означенному сроку 1 июля этого года, если он соответствующие меры предпринял для заключения договора на поставку, но ему не была поставлена кассовая техника, не была модернизирована, не был поставлен фискальный накопитель, любое из вины налогоплательщика в этом нет, и к административной ответственности он привлекаться не может. И мы настолько, как мне кажется, тщательно донесли эту позицию Минфина до всех территориальных налоговых органов, что сейчас у нас пока нет ни одного свидетельства, что где-то налоговая инспекция кого-то привлекала, в случае истечения срока КЛЗ, наличие контракта на поставку кассовой техники со сроком месяца или даже два, чтобы кого-то привлекали за неиспользование контрольно-кассовой техники. Такого нет. Цели регулирования, но они достаточно очевидные, понятные и прозрачные, останавливаться не буду. Обязанности налогоплательщика тоже непосредственно изложены в 54-м ФЗ, там сильных изменений нет. Изменилась парадигма, в которой применяется контрольно-кассовая техника. Раньше там только наличные средства платежа, а сейчас же электронные средства платежа также при их использовании, при расчете за товары, работы и услуги, также необходимо применять контрольно-кассовую технику. Добавилось использование контрольно-кассовой техники в отношении как приема, так и выдачи денежных средств при азартных играх, лотереях, приемах ставок и уплаты выигрыша. Когда контрольно-кассовая техника не применяется вообще? Кредитными организациями в автоматических устройствах для расчета. Это понятно, что классический банкомат, он может быть без кассовой техники. По большому счету сейчас поправки определенные тоже готовятся, они уже опубликованы с точки зрения начала разработки Минфином. Мне известно, что там есть поправка, которая полностью кредитная организация освободит применение контрольно-кассовой техники. То есть банки с контрольно-кассовой техникой не столкнутся ни в автоматических устройствах расчета, ни в операционных залах. Также контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении определенных, приказании определенных услуг и при осуществлении определенных видов деятельности, прямо указанных в законе. В законе есть достаточно такой большой перечень. Если вы помните, то в старой редакции тоже был перечень, который освобождал рынки ярмарки при условии и так далее. торговлю хлебом, квасом, разливом и прочие вещи. Сейчас этот перечень практически один в один сохранился, чуть-чуть дополнился достаточно очевидными вещами, но серьезных таких изменений не претерпел. Еще не применяется контрольно-кассовая техника при использовании электронных средств платежа без его предъявления между организациями и индивидуальными предпринимателями. То есть два юридических лица или два индивидуальных предпринимателя, рассчитываясь между собой электронными средствами платежа, не предъявляя его друг другу, тоже не применяют кассовую технику. Отсюда следует естественное исключение, что если у вас магазин, к вам пришел кто-то, который отдает корпоративную карту, оформленную в целом на компанию, то в этом случае кассовая техника применяется, потому что есть предъявление электронного средства платежа. В отдаленных труднодоступных местностях тоже кассовая техника не применяется при условии выдачи соответствующего документа. Это норма как раньше существовала, так и сейчас существует, здесь ничего не поменялось глобально. И введена отдельная норма, которая говорит, что если вы применяете кассовую технику в удаленных от сети связи местностях, а их перечень отдельно утверждается на базе отдельных критериев, утвержденных в Минкомсвязи, то там вы можете применять кассовую технику без передачи данных в режиме реального времени. То есть по сути ровно так же, как она применялась до реформы. То есть договор с оператором фискальных данных можно не заключать, к интернету кассовую технику не подключать, данные в реальном времени передаваться не будут, но по прошествии определенного времени срока службы фискального накопителя данные надо будет предоставить в налоговую. И, в общем-то, это все. Что происходит со структурой расходов на применение контрольно-кассовой техники? Здесь вот на слайде это показано. Фискальные накопители уже в реестр внесены фискальные накопители сроком действия не менее 36 месяцев, то есть 3 года. Также есть 13-месячные фискальные накопители. Налоговая служба давала соответствующие разъяснения. Если кратко, вот это 13, 36, когда их можно использовать один, когда другой, если кратко, то все могут использовать все фискальные накопители. То есть нет явно выраженных ограничений, какой фискальный накопитель, кем может быть использован. Есть оговорка, что 36-месячный фискальный накопитель должны использовать предприятия на упрощенной системе новом положении, НВД, патент и так далее. Но у них есть исключение, что если у них временный или сезонный характер работы, то они могут использовать фискальный накопитель 13 месяцев. Вот эта временность или сезонность работы, она по сути законом, как термин, как понятие не определена. Соответственно, может быть определено самим многоплательщиком, является ли его, по его личному мнению, характер работы временным, и тогда он не 36 месяцев использует, а 13. Поэтому, если кратко, то все могут использовать любой фискальный накопитель. Услуги ОФД и услуги связи требуются, если мы работаем в режиме передачи данных, и не требуются, если мы работаем в автономном режиме. Напомню, автономный режим, он только на определенных территориях возможен. Перечень территорий утверждается властями субъектов. Ну и, соответственно, услуги ЦТО. Они по закону теперь необязательны. Но тут уже непосредственно надо каждому для себя смотреть, решить, насколько возможно отказаться от услуг, и насколько целесообразно отказаться от их услуг. Вот здесь как раз более подробно рассмотрена система 36.13. Самое короткое главное правило я уже сказал. Подробно рассказывать про процедуру регистрации в личном кабинете контрольно-кассовой техники, наверное, не стоит, если этот вопрос вызывает интерес. На сайте налог.ру в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» огромное количество материалов собрано по реформе, структурировано, интерактивно. И в том числе, прямо на главной страничке этого подраздела есть подробнейший видеоролик со всеми этапами, шагами, которые нужно пройти при регистрации. Информационный обмен, я уже так немножко его описал, да, у нас появляется новая сущность оператор фискальных данных, зачем он нужен, какую функцию выполняет, могу кратко так вот пояснить глазами нашими. Во-первых, налоговая служба существенно меньше инвестиций потратила денег налогоплательщиков на строительство и хранение приемного комплекса, где все эти данные собираются, обрабатываются, потому что, по сути, дублирующими звеньями сбора и передачи всей этой информации является отдельная коммерческая компания, оператор фискальных данных. Мы, как налоговая служба, имеем свой перечень задач, и в него не входит аналитика по этим данным, предоставление каких-то сервисных функций, да, для налогоплательщиков, которые помогут извлекать пользу из этих данных. И операторы фискальных данных сейчас в основном вокруг этого и строят свою рыночную позицию, конкуренцию. Многие там готовят сервисы, которые там не просто показывают, что происходит с каждой кассой в режиме реального времени, с динамикой, с возможностью посмотреть деятельность определенного кассира. Многие работают уже над сервисами, которые будут автоматически уведомлять определенного человека у вас, который отвечает за закупки, за пополнение запасов, за логистику, то есть когда какие-то там товарные остатки там снижаются, там автоматическое уведомление, то есть очень много сервисов интересных может рождаться на базе этих данных. И здесь как раз возможно развернуться операторам фискальных данных. Сети интернет, ну смотрите, здесь не все, не целиком они показаны, здесь просто есть элемент, который там покупатель и интернет-магазин, они общаются через банк, обслуживающий интернет-магазин, и банк, обслуживающий покупателя, там информационный объем в платежной системе. Это по сути та же самая схема, что было там несколько слайдов выше, просто выделен дополнительно этот момент. У нас будут и вопросы, посвященные интернет-магазину, и можем поподробнее остановиться. Здесь надо конкретно не на всем останавливаться, а на каком-то конкретном вопросе. В перечне фискальных документов, которые вообще предусмотрены новым регулированием, он достаточно значительный. Здесь я считаю, что обратить нужно на три главных документа. Это кассовый чек, он понятно, почему главный, потому что он основной, зачем все это затеяно. Кассовый чек коррекции, мы сейчас, когда вопросы-ответы пойдут, вы поймете, зачем он нужен. О нем рассказывать вообще не применить на какой-либо ситуации, очень непросто, а когда мы смотрим на практический кейс, сразу все становится на свои места. И подтверждение оператора. Что такое подтверждение оператора, и почему он другим цветом отмечен. У вас касса каждый раз, когда выбивает какой-то чек, записывает его в фискальный накопитель. Фискальный накопитель его там подписывает специальной маленькой цифровой подписью и ставит на отправку в оператор фискальных данных. Пока этот чек не уйдет, новый чек, отправленный к оператору фискальных данных, быть не может. Так система работает. Соответственно, как понимает касса, что документ ушел? Она получает подтверждение оператора фискальных данных о том, что чек ушел. Если по каким-то причинам нет связи, интернет пропал, не заплатили за интернет, почему-то какой-то сбой технический произошел, документ не отправляется, но при этом закрываете и открываете смену, каждая касса, каждого производителя вам будет сообщать, что имеются неотправленные документы. Это значит, передача ранее сформированных документов не состоялась. Касса вам будет так говорить каждый раз, когда вы открываете, закрываете смену, и у вас есть неотправленные документы. На 27-й, по-моему, день она вам скажет, вы знаете, я сейчас еще, конечно, вам еще раз сообщу, что у вас там несколько тысяч неотправленных, но через три дня я перестану формировать кассовые документы и не буду уже ничего делать, пока вы не отправите все накопившиеся. Это не значит, что 30 дней, положенные по закону, можно не отправлять фискальные документы. В законе есть прямой императив, что фискальный документ должен быть отправлен сразу в момент совершения расчета. Именно в момент совершения расчета. Поэтому накапливать их крайне не рекомендуется. Это каким последствием блокировка кассы до отправки всех документов будет на 30-й день происходить. И абсолютно резонные могут быть предъявлены претензии и покупателей, и налоговых органов, что своевременно отправка документов не состоялась. То, что обязанность налогоплательщика не только сформировать, записать фискальный документ, но и отправить. Это однокомплексная обязанность. Здесь ужас-ужас, но не пугайтесь. Реквизиты чека бланка строгой отчетности, да, они заметно выросли. Их стало больше. Но они не все применяются одновременно. Они для, многие из них, для вполне определенных случаев. То есть теперь кассовый чек, несмотря на обилие документов, вернее, реквизитов, он не стал на такое же количество, сколько реквизиты увеличились, настолько и чек увеличился. Нет. Большинство этих реквизитов, во-первых, они останутся только в электронной форме, они автоматически формируются к кассе и дополняются просто к кассовому чеку. И применяются многие из них только в определенных случаях. Зачем вот это вот все нужно, я сейчас чуть-чуть немножечко расскажу. У нас есть форматы фискальных документов, утверждены приказом, он прошел регистрацию в Минюсте, там утверждаются все вот эти вот наши реквизиты, их очень много, очень много опциональных, там в случае, если вы агент, то указывается еще два дополнительных реквизита и так далее. То есть там достаточно такая большая, массивная конструкция дана в этих форматах фискальных документов. Зачем она нужна? Это конструктор, с помощью которого можно описать любую практически в рамках текущего законодательства Российской Федерации, там гражданского кодекса, любую конструкцию купли-продажи или не только купли-продажи, но практически любой договор, который может быть заключен между покупателем и продавцом, может быть описан с помощью вот этого широкого набора реквизитов. И если бы мы там сразу были обязаны администрировать реформу по внедрению и технологических новаций, и методологических новаций, то, конечно, и вам, и нам было бы в два раза тяжелее как бы это все делать. Поэтому форматов фискальных данных три, вот временный, переходный, который сейчас, вот в основной, который используется, который сейчас действует, формат условно 1.0, он будет до 2019 года абсолютно легально существовать. Этот формат, он практически ничем не отличается от того, к чему мы все привыкли. Там минимум набор обязательных реквизитов, практически там, ну, трудно заметить отличие от того, к чему мы все привыкли. Формат 1.05 и 1.1, как более целевой, они отличаются более широким набором обязательных реквизитов, и там уже отражение реальных рыночных операций, даже если у вас там получение частичной предварительной оплаты в виде халдирования денежных средств на расчетной карте при интернет-торговле, когда доставку будет осуществлять агентская, доставщик, который, в общем-то, к вам не понимает прямого отношения, все это можно там описать, все это просто галочками, галочками отмечается, естественно, это не вручную делается, да, нет задачи у кассира сидеть перед огромной таблицей там и что-то галочками отмечать, это автоматизируется как раз программным обеспечением кассовой техники и программным обеспечением учетных систем, если вы их используете при формировании кассовых чеков. Вот для чего это все нужно. Ну, кстати, про формалогический контроль я чуть дальше расскажу. Значит, ну, это как раз вот не более чем иллюстрация, это, ну, некие там примеры, какие реквизиты, есть в новых кассовых чеках, да, и какая отличительная часть них там по форматам, да, вот если на правые две колонки посмотреть, там наличие обязательности реквизита в формате фискальных документов 1.0, он где-то может присутствовать, да, вы здесь видите, а вот в самой правой колоночке там стоит плюсик, значит, он должен там присутствовать, это уже в формате 1.05. То есть вот ровно так все форматы выстроены, что в 1.0 реквизит может быть, а может и не быть. В 1.05 он уже там должен быть, а в 1.1 там практически все реквизиты важные там для понимания сути расчета, они должны быть в обязательном порядке. Из все вот это, все эти примеры кассовых чеков, там, предоплата, кредита, частичная оплата, рассрочка платежа в разных форматах уже есть в виде методологических рекомендаций на сайте Федеральная налоговая служба, налог.ру, раздел «Новый порядок применения контроля кассовой техники», подраздел «Форум», там ссылочка чуть дальше у меня будет в презентации, там выложено 9 основных примеров основных рыночных операций, которые там осуществляются. Причем они там достаточно подробно изложены, там предыстория, что где отражается, какие значения куда заносится. Я поэтому сейчас подробно этому остановиться не буду, методологические особенности, их методических рекомендаций, конечно, лучше смотреть, там все очень подробно изложены. У нас на сегодняшний день 10 операторов фискальных данных, их количество будет расти, большинство из них это уважаемые крупные компании, которые также зарекомендовали себе на рынке электронных документов оборота, поэтому я думаю, что мы со многими уже знакомы. Реестр контрольно-кассовой техники на сегодняшний день там это 80 моделей, 20, по-моему, 5 разных производителей, вот здесь я не знаю, цвет, да, видно, зелененький, это специализированная кассовая техника для автоматических устройств для расчета. То есть мы имеем помимо широкого набора кассовой техники, которая может использоваться в любых местах, имеем и специализированную, которая может, допустим, не иметь принтера в корпусе, ну, для интеграции. Вот, есть одна вот красненькая, это касса, которая используется в сети интернет, специальная касса для расчета в сети интернет, тоже вообще в принципе не имеющая принтера. Наверное, уже там многие сталкивались с предложением на рынке, когда там касса в аренду, там через онлайн-сервисы и так далее. Что хотел здесь отметить, что закон предусматривает следующий подход к типам кассовой техники. Любая кассовая техника, отвечающая общим требованием, то есть абсолютно любая вот из голубеньких ячеек, может использоваться как в автоматических устройствах для расчета, как и для торговли в сети интернет, так и в расчетах здесь и сейчас наличными, электронными средствами платежа. У них нет ограничений, где они могут использоваться. То есть они максимально универсальны. Я говорю, а зачем же тогда вообще нужны вот эти вот там зелененькие и красненькие. Они специфические и они могут использоваться только в определенных местах. Зелененькие только в автоматических устройствах для расчета, а красненькие только в сети интернет. Ее нельзя использовать, там поставить где-нибудь в супермаркете. У нее в принципе нет принтера. Полномочия налоговых органов по контролю за применением контрольно-кассовой техники. Вот здесь я их свел компактненько, чтобы было видно, что мы можем с этим мониторинг расчетов полноты учета и выручки, анализ данных, наблюдения, проверки, контрольные закупки. В общем, весь тот список, который был раньше, но он немножко расширился в части удаленного анализа, анализа данных, мониторинга и наблюдения. Что нового в привлечении к административной ответственности? Ну, во-первых, это наличие налогового автомата. Как вам известно, у нас есть там система АСК-НДС-2, которая очень хорошо организует автоматизированный контроль за правильностью и полнотой отражения НДС. Причем там сверяет все, что происходит на пути. Здесь будут использованы аналогичные принципы, аналогичные технологии. У нас там миллионы чеков приходят ежедневно, десятки миллионов. Естественно, там вручную никто их там обрабатывать не собирается или там просто суммировать на такой задачи нет. Естественно, будут работы определенные алгоритмы, выявляющие там аномалии, отклонения, прямые нарушения. Данные будут агрегироваться, сопоставляться с задекларированными данными. Надеюсь, что для отдельных форм систем налогоблажения мы предложим автоматизированное формирование декларации с нашей стороны. То есть, если мы говорим про упрощенку, особенно просто упрощенка доход, то если используется для формирования налогоблажаемой базы только кассовая техника, почему бы нам в личном кабинете не разместить для вас предзаполненную декларацию, от которой останется только одну кнопку нажать подписаться. Да, я согласен. То есть, применение автоматизированных средств для обработки всех этих больших данных становится просто необходимостью и налоговый автомат, он безусловно будет. Происходит увеличение срока давности от момента совершения правонарушения с двух месяцев до одного года. К ответственности теперь могут привлекаться не только многоплательщики, пользователи контрольно-кассовой техники, но и операторы фискальных данных, производители контрольно-кассовой техники, экспертные организации. В общем, практически все субъекты, вовлеченные в реализацию 54 ФСМ, могут быть привлечены к административной ответственности, если они свои обязанности выполняют неправильно. Предусмотрен механизм освобождения от ответственности. Два ключевых правила освобождения от ответственности. Заявить о том, что я допустил нарушение, но не просто заявить, а в том случае оно будет принято, если у налоговых органов не было до этого информации, что нарушение состоялось. Когда вызывают и говорят, что нарушил, он говорит, что я действительно нарушил, я сейчас об этом честно заявляю. Конечно, такой сценарий не пройдет. И исправление совершенного правонарушения. Если вы видите, что вы должны были выдать чек и не выдали, но сбой какой-то произошел, обращение, что произошла такая ситуация, технический сбой, не выдал чек, не применил кассу, когда должен применить, отправили в налоговый орган. И выбиваем чек коррекции, где отражаем сумму того расчета, который не смогли по каким-то причинам отразить. Все. Вот эти два слагаемых однозначно означают, что вас к ответственности привлечь не могут. То есть вы сами сообщили и добровольно исправили. Раньше у нас статья 14.5 КОАП часть 2 и все. И неприменение, и нарушение порядка, и все в одной куче. Сейчас состав административного правонарушения существенно расширился. Сейчас с части 2 по часть 14. В общем, 14 частей теперь. Далеко не все из них имеют отношение к налогоплательщику, применяющему ККТ. Многие отдельные составы введены специально для операторов фискальных данных, для экспертных организаций и так далее. Но в том числе и расширен состав в части налогоплательщиков. Про налоговый автомат уже немножечко рассказал. Значит, хотел обратить ваше внимание на полезные сервисы. Ну, про пользу личного кабинета там для цели регистрации и перерегистрации я рассказывать не буду, уже, наверное, достаточно подробно очевидно рассказал. Есть мобильное приложение Федеральной налоговой службы для проверки чеков. Вот все чеки с QR-кодом внизу, да, вот, ну, если вы не покупали алкоголь, там отдельный QR-код. Могут быть проверены уже с помощью отдельного мобильного приложения ФНС России. Оно есть и в Google Play, и в App Store есть. Называется проверка кассового чека. Ну, в поиске можно забить. Вот. И там есть функционал. Можно по QR-коду проверить легальность любого чека. Да, я думаю, что это уже не будет интересно, не безинтересно для бухгалтеров, которые принимают к учету затраты подотчетные, да, которые кассовыми чеками закрываются. Сразу можно легко и непринужденно проверить легальность кассового чека. То есть, если вы навели экран смартфона на этот QR-код и вам там зеленую галочку выдали, все, можно смело принимать, ну, понимать, что это там не фейк, не подделка, не, то есть, никакой недолжной осмотрительности вам уже предельно быть не может. На сайте наук.ру, в нашем разделе по контрольно-кассовой технике, есть реестр моделей, экземпляров контрольно-кассовой техники, фискальных накопителей. Зачем они нужны? Там можно проверить заводской номер, что он, а, есть в реестре, б, не занят, чтобы, в общем-то, ненароком, не дай бог. Там же есть реестр операторов фискальных данных, реестр экспертных организаций, есть сервисы операторов фискальных данных достаточно подробно, там, рассказывающие об особенностях нового регулирования, там, с презентациями, слайдами, видеоинструкциями у операторов фискальных данных. Вот в части, там, вообще, всего нашего раздела, я хотел бы там все-таки подчеркнуть, там есть практически все, о чем я сейчас говорил, очень многое о том, чего я сейчас не успею затронуть, да, там огромное количество информации собрано, и там, разъяснения, методические рекомендации, видеоролики, инструкции, там, скрайбинги, там, поясняющие, там, мультики, там, ну, все, чем могли, мы этот раздел наполнили, поэтому, если какие-то вопросы остались, милости прошу туда обращаться, там есть удобный интерактивный поиск вопросов, ответов, там, список часто задаваемых вопросов, там, уже давно перевалил за 250, то есть, я надеюсь, что этот ресурс будет вам полезен. А вот ссылочка, которая здесь приведена, это как раз ссылочка на форум, куда также можно перейти с нашего раздела, где выложены методические рекомендации по отражению реквизитов в кассовом чеке при различных сценариях продажи. Там, для всех трех форматов фискальных документов четко написано, что куда относить, как это все делать. Это вот как раз к вопросу, что без формата фискальных документов, без четкого понимания, а что же такое вот в чеке произошло, как это сказывается на вашей налогоблагаемой базе, нельзя автоматизированно сделать контроль и сказать, что вот как-то это соотносится с декларацией или не соотносится, а правильно все отражено или неправильно. Когда раньше выручка 100 рублей, а дальше бухгалтер как хочет, так и разносит. Не как хочет, он один знает, как правильно. Авансы, внесенные, которые будут впоследствии в будущем периоде погашены, либо это погашение ранее выданных кредитов, а может стерилизация текущего периода, а может какой-то пропорции. И вот никто, кроме бухгалтера, это все не знал. Поэтому автоматизированный анализ таких больших данных, он возможен только на почве, когда ситуация реальной продажи вот здесь и сейчас, она одинаково воспринимается и покупателем, и продавцом, и автоматизированной системой, которая ведет контроль и этих вещей. Кабинет контрольно-кассовой техники, я о нем сказал, про приложение сказал. Переходные периоды, сейчас уже, наверное, поздновато про них рассказывать, сейчас первый дедлайн. Все, кто ранее имел обязанность применять контрольно-кассовую технику, к 1.07.2018 году должны уже применять ее в соответствии с требованиями нового порядка, а, соответственно, передавать данные, если у них не автономный режим, и использовать фискальный накопитель, а не КЛЗ. Но возвращаемся к началу того, что я говорил, что если вы предприняли необходимые действия для того, чтобы перейти в новый порядок, заключили договор на поставку контрольно-кассовой техники, фискальный накопитель, или оплатили счет на поставку, то есть это не обязательно должен быть именно договор. Это документ, подтверждающий, что вы заказали, оплатили поставку того, что вам необходимо для того, чтобы перейти на новый порядок. Это может быть модернизация старой кассовой техники, вы ее заказали и оплатили. Если у вас есть вот такие шаги, они вами предприняты, но ввиду дефицита фискальных накопителей, высокой стоимости ажиотажного спроса, ввиду длительных сроков поставки со стороны производителей, вы не исполнили свою обязанность к 01.07, то в этом случае вины вашей в этом нет, ответственности вы привлекаться не можете. Это первая часть. Вторая часть, что все-таки надо, конечно, как можно быстрее стараться завершить переход на новый порядок. И, конечно, бессрочных договоров на поставку фискального накопителя быть не может. Мы сейчас прекрасно видим, что на рынке заключается в основном не более 60 дней срок поставки, поэтому условно за июль и август процесс должен быть завершен. К тому же мы сейчас видим, что производители фискальных накопителей активизировали достаточно резко объем производства, и на сегодняшний день внесено около миллиона 400 фискальных накопителей в реестр. Поэтому надеемся, что вот эти все ажиотажные вещи, они очень быстро сойдут на нет. Значит, второй дедлайн, который есть, это для тех, кто ранее не имел обязанности применять контрольную кассовую технику, это ИНВД, патент и предприятия сферы услуг, которые раньше на БСО были. У них дедлайн перейти в новую реформу 01.07.2018 года. Кратко немножко о статистике, просто справочная. Отличный вопрос. Пусть бы не задавать вопросы с мест. Чуть позже останется время, в зале микрофон, будем подходить и передавать. Я хотел об этом рассказать, но забыл правильно, что меня вернули. Спасибо. Значит, смотрите, очень важно понимать, что же происходит после 01.07, если я не перешел в новый порядок. Вот что у меня стоит, вот это касса с ЭКЛЗ. Это вообще касса, с точки зрения закона нет. Стоит она на учете, не стоит она на учете. Я вправе ее применять? Нет, не вправе. Вправе, тем более, я там применять, у меня и кончился ЭКЛЗ в прижиме чекопечатающей машины. Нет, не вправе. Если я там на бумажке напишу, что я вот расчет совершил, честно принял 100 рублей и отдам покупателю. Можно я так сделаю? Нет, не можно. Но теперь смотрим разъяснение Минфина, которое доведено до всех. Вины в этом вы нарушили, да? Вина ваша в этом есть? Нет. Без вины к ответственности привлекать невозможно по закону Старостейской Федерации. Соответственно, да, вы работаете вне правового поля, вы так работать не должны. Ответственности и вины в этом вашей нет. К ответственности вас привлечь нельзя. Но вы работаете вне правового поля. Вот все четко. Вот это отсечка 01.07.17. Теперь вопрос. Что мне делать? Вот у меня есть там касса СЭКЛЗ или там касса в режиме чекопечатающей машины или я там товарный чек просто выпишу. Как мне делать правильно? С точки зрения вот всей конструкции и разъяснение Минфина. Неважно, как вы действуете в этой ситуации. Это как бы все не соответствует закону. Мы рекомендовали бы, рекомендовали бы, правильное слово, рекомендация, продолжать работать в режиме КЛЗ. Неважно, снята касса с учета, не снята касса с учета. Это привычный и для вас путь, и для покупателя. Если КЛЗ истек и не может дальше функционировать, работать в режиме чекопечатающего устройства, если это почему-то невозможно, хотя по идее такого быть не должно, ну выдайте хоть какой-то документ, подтверждающий факт расчета с покупателем. Именно ровно об этом как раз последний абзац письма Минфина, что да, вы не можете работать в полном соответствии с текущим законом, вины в этом вашей нет, если вы предприняли необходимые действия. Соответственно, пожалуйста, выдайте хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Абсолютно, абсолютно, конечно. Значит, квитанция приходного ордера. Может быть, я говорю, да, можно. Статистика. На сегодняшний день 700, вернее, не так, на вчерашнее утро КАС, работающих в новом порядке, было 705 824. Как понимаете, это там в режиме реального времени там все тикает у нас в системе, поэтому там данные очень точные. В день формируется там чуть более 40 миллионов чеков, всего их уже более 4 миллиардов в системе. Выручка в день превышает 25 миллиардов рублей. Вот. А всего зафиксировано расчетов на сумму больше двух триллионов рублей. Это вот пока вот мы сейчас шли, вот подползали к конечному дедлайну, да, это вот так вот мы подползали. Текущий темп регистрации больше 15 тысяч контрольно-кассовой техники в день, то есть регистрации идут очень быстро. В реестре вот за последнее время внесено там порядка 300 тысяч фискальных накопителей, то есть мы надеемся, что сейчас весь ажиотажный спрос в ближайший месяц сойдет на нет, цены стабилизируются и появится здоровая конкуренция. Какой нюанс, да, мы тоже понимаем прекрасно, что формат 1.0, да, вот с чего мы сейчас все начинаем, да, путь новой реформы, он, конечно же, вот ближе к старому, да, там очень мало кто полностью соблюдает все реквизиты, все форматы, но про ФЛК чуть дальше скажу. Но еще очень важно, что вот многие считают, что вот я обновил кассовый аппарат, вот я как-то там зарегистрировался, прошел регистрацию, все, я как бы работаю, все нормально. Он же работает. А вот эта история, что там открытие-закрытие смены, говорит, у меня документы не отправлены, у меня документы не отправлены. Ну, это видит кассиру, кассиру, как правило, там зачастую фиолетово по большому счету, что там пишет, кто там пишет. Вот, и получается ситуация, при которой достаточно большое количество парк кассовой техники, вот здесь видно 175 тысяч кассовой техники не передают данные, да, из которых 40 тысяч и не должны передавать данные, потому что работает в автономном режиме. Соответственно, 135 тысяч единиц кассовой техники, это почти 20% от нашего текущего парка, должны передавать, но не передают. И через 30 дней они заблокируются, кассовые чеки перестанут формироваться, в очередной раз у кассира попытается пробить чек, у него не получится, он позовет старшего смены, там позовут айтишников, айтишники скажут, а что же у вас тут канал интернет отвалился еще там 30 дней назад, и как-то все это уйдет, то есть это, ну, понимаете, да, то есть если процесс поставлен на самотек, то вот может такая ситуация накапливаться. Она потом в любом случае разрешится. Касса просто блокируется, и пока все с ней не будет отправлено, она не заработает. Это может быть в то время, когда вам нужно срочно продажу оформлять, и это может быть проблемой. Поэтому максимально льготные периоды для накопления данных в случае каких-либо сбоев, они даны, они определены, но периодически нужно обращать внимание, что касса сообщает. Там в законе прямо прописано, касса должна сообщать о неотправленных документах. У нас экспертные организации смотрят за тем, чтобы не было касс на рынке, которые не сообщают о неотправленных документах. Ну, надо просто объяснить в инструкции продавцам, что, ребята, если у вас вот такое сообщение есть, и есть оно при открытии или закрытии смены, сразу наберите, пожалуйста, там либо старшего смены, либо там айтишника, который должен проверить канал соединения. Там трафик-то на самом деле практически никакого толком-то и нет. То есть кассовые чеки – это там слезы, это там один килобайт данных. Он улетит через любой абсолютно канал, даже через самый маленький, через самый слабенький сразу. Вот, поэтому не так сложно это все поддерживать в нормальном работающем состоянии, как потом просто оказываться в неловкой ситуации, когда нужно пробить чек, а я не могу. Значит, около 150 тысяч касс передают данные, не проходящие хотя бы один из форматов логических контролей. О чем я говорю? Бутерброд 2 рубля, чай 3 рубля, итого 10 рублей. Или там, итого 5 рублей, но НДС 10 рублей. Вот. И вот подобные вот такие, ну, нестыковки, они есть. Мы прекрасно понимаем, что есть особенности. Бонусы, скидки, там, наценки, какие-то акции, промо, которые вот надо еще нормально положить в чек так, чтобы математика не расходилась. Поэтому сейчас мы на это все смотрим абсолютно лояльно, никому сейчас никаких претензий по этому поводу не будет. Мы планомерно начнем работать с многоплательщиками, там, ну, естественно, от самых злостных к тем, у кого все хорошо, только иногда бывают сбои. Вот. И будем просить привести в соответствие. Мы будем выставлять предупреждение, то есть никогда не будем вот по этому пункту привлекать сразу, да. Мы будем просить, просить, обратить внимание, выписывать предписание, предупреждение выносить. И в случае, если, ну, вообще ничего не помогает, ближе к середине следующего года за нисходящуюся математику попросим уже отвечать немножечко по-другому. Потому что, ну, сами понимаете, вот эту всю сложнейшую, да, такую конструкцию и технологическую, и методологическую строить для того, чтобы это все не работало, да, ну, к тому же это работает у 80 процентов, не работает у 20, да, то есть, вот здесь надо тоже понимать. Продолжение следует...